Федеральный проект «Комфортная городская среда» расширяет границы. В этом году он впервые будет реализован сразу в четырех муниципальных образованиях региона. Строительство современных детских площадок и обновление дворов за счет бюджетных денег – главная задача программы. А вот условия для участия в проекте всего лишь одно – желание граждан. Не упускать такой шанс решили и жители улицы 60 лет октября. Теперь на их придомовой территории идет масштабное благоустройство. О первых результатах расскажем в следующем материале. С утра до вечера, по будням и выходные. Строители подрядной компании работают в режиме нон-стоп. Говорят, быстро – не значит некачественно. За месяц практически полностью уложили брусчатку, собрали детский игровой комплекс и установили новые фонари. Местные жители признаются – двор уже не узнать. Состояние двора было не то, что печальное, а плачевное было. Мы здесь убрали старые заборы были здесь. Состояние было неважное, конечно. Масштаб работ хорошо заметен с высоты птичьего полета. Необходимо благоустроить участок, площадь которого более 4000 квадратных метров. Это не только так называемая лицевая сторона, но и территория между и за домами. Благоустройство придомовой территории – заслуга местных жителей. Именно по их инициативе здесь сейчас работают строители. Люди не поленились организовать собрание и пришли к выводу – двор нуждается в капитальном ремонте. Теперь они участники программы формирования комфортной городской среды. Все работы абсолютно бесплатные. То есть на суммах квитанциях это никак не отразится. Накануне ход строительных работ оценили заказчики объекта – городские депутаты и представители «Единой России». Партия – инициатор создания федерального проекта «Комфортная среда». На месте пообщались и с собственниками. Жильцов интересует, большая ли будет парковка. Двор маленький, автомобилей много. Подрядчик успокоил, места хватит каждому. Отдельные появятся и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проблем с местами не должно возникнуть? Для парковки нет. Вполне нормально, достаточно. Если только приезжие не будут ставить вот так поперек. Сравни то, что было, сейчас красота будет хорошая. То есть больше плюсов, чем минусов? Ну да, глаз радует как-то. Все такое аккуратно, красиво. Уникальность проекта «Формирование комфортной городской среды» заключается в том, что граждане лично участвуют в разработке будущего проекта, делятся мыслями и предлагают идеи наравне с инженерами. Именно инициатива жителей и учет их пожеланий стоял вот в основе проектирования. Также проводились общественные слушания, проводились собрания с жильцами. Жильцы, собственно, приглашался сюда и проектировщик, который разрабатывал данный проект. И жильцы сами говорили, что им здесь требуется. Конечно, за год, за небольшой период планируют только три участка оформить. Но я надеюсь, что в будущем администрация и округа, и города найдут средства для того, чтобы каждый уголок нашего города сделать таким прекрасным. Завершить работы по благоустройству строители намерены раньше срока, 10 августа. Впереди один из важных этапов озеленения территории. В партии тем временем заявили, федеральный проект расширяет границы. Впервые его реализуют на селе в списке «Красная» и «Несь». Мы шагнули вперед. Сейчас партийный проект «Городская среда» расширяет свои возможности. И населенные пункты, где свыше тысячи населения, это сельские населенные пункты. В этом году примут участие поселок «Красная» и село «Несь». Активно примут участие в благоустройстве. Там будут детские площадки реализовываться. Что касается Наринмара, то в ближайшее время масштабные работы по благоустройству начнутся в районе третьей городской школы. Там появится литературный сквер. Его также возведут в рамках проекта «Комфортная городская среда». Олег Хатанзейский, Леонид Шишилов, Олег Богомолов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова